доброе утро мои дорогие вам уже с нью-йорка это уже второе видео я делаю из нью-йорка только что закачала в stories видео рассказывала как я добираюсь и как я никак не могу выспаться и восстановиться после того как я приехала слушайте в штаты это комедия сейчас немножечко вам покажу я вам показываюсь приветики вам холодно немножечко здесь а в троллейбусе вообще холодно я говорю я заматываюсь вот я во всем во всем этом представляете с такой жир и приехать и здесь холодно и здесь такие минусы понимаете что троллейбусы сумасшедшие холодина не включают эти кондиционеры меня уже это честно мне тоже задрала просто нет сил давайте я переключу сейчас камеру я уже подхожу к работе немножечко расскажу как я тут никак не могу восстановиться извините меня после туриезда с украины в эту америку оказывается я под ней скучала а потом знаете когда же приезжаешь начинается будет думать боже мой как хорошо было так ты ничего не думала только думала так как он врачу пойти какие не сделать записи корчу кого нужно пройти какие нужно еще сделать и дела на после работы вам потом расскажу да вот эти я продолжаю вам видео так как я и обещала уже в ниджорзи потому что в нью-йорке я сразу села на уберку и через 40 минут куда 45 45 минут я уже дома так быстро только потому что только потому что сегодня праздник я уже говорила да нет пробок нет людей на 45 минут я уже вот иду по знакомой вам дорожки я уже не раз сделала вам видео так слушайте хочу вам сказать как я обманчиво подумала о себе и немножечко прямо так гордилась собой что я так хорошо переношу полет и смену часовых поясов и акклиматизация как у меня классно проходит и вы знаете это так оказывается настолько неправда это я так была не права не было у меня такого чтоб я не запоминала момент когда я засыпаю вы представляете я заснула вчера я я беру вот я помню момент я приготовила еду себе на работу вчера все положила ее в холодильник а потом беру ноутбук чтобы для вас монтировать видео и что вы думаете и я не помню как я засыпаю потому что то лёша мимо проходит что-то он мне говорит я этот знаете как на автопилоте закрываю этот ноутбук быстренько переодеваюсь и уложилась спать благо что я такой до этого душ приняла ну я думаю а вы знаете я чувствовала что немножко подуставшая такая думаю прямой душ чтоб не полегче стало ничего подобного ничего не полегче не стало я после этого душа вырубилась вообще мы счастливей успели он меня встретил мы поехали с ним чистый к факторе мы так покушали я съела пол порции что-то потом пасту и заказывала с овощами вот все пришла домой приняла душ целяете присела так чтобы монтировать видео все я не помню как я переодевалась и как я легла в спальню спальню помню что включила я кондиционер легла и все остальное вообще ничего не помню вообще ничего не быть пойдем кафе там бар в клуб там такой знаешь это посидимы что-нибудь выпьем а это как хорошо только ненадолго пока он приехал он ездил по делам пока он приехал я чувствую что я уже все я уже полупьяный разговаривание какие-то вопросы задает я отвечаю в таком состоянии и бедные не понимаешь ему отвечает короче только посмеяться сказал ради бога молчи чуть не говори спи я уже все понял и просто ржет не понимаю даже что я ему говорю или видимо я ему так говорю таким вот таким голосом знаете таким полутрезвым когда человек устает знаете вот ничего себе да ничего себе капец посмотрите как поцарапалась машина вот так вот в общем так вот я вам скажу что климатизация у меня шла на украине намного лучше чем это у меня было в здесь в америке и я так думаю это очень много значит наверное все таки когда тебе дома ничего не надо во первых состоянии дома да то что дома приехала я хоть не так не сильно там отдыхала но по крайней мере эти ответственности никакой нет ничего не надо вообще ничего не надо вот за счет того что тебе ничего не надо вот и не чувствуем себе такое расслабленное поэтому наверно так это все там прошло я быстренько восстановилась а здесь я же приезжаю мне все надо проходила вот через эту дверь у нас есть несколько дверей так можно зайти посидеть это здесь мы стираем вот это я иду себе на лифт домой вот это центральный наш хорошо давайте я с вами закончу потом свяжемся может быть позже в следующем видео или я завтра еще хочу о чем-то вам привет вам всем на второй день я вот иду забираюсь уже самым обычным ежедневным промежутком я добралась за час 25 но я имею ввиду и выбираюсь для меня я добралась это когда я вот здесь спустилась и иду по своему любимому кусочку где тишина уже здесь уже нравится знаете я знаю что здесь мой дом уже здесь так тихо спокойно и вот я все дальше и дальше ухожу от красы и я прямо вот здесь все я вот здесь я дома все мне не важно что я еще не зашла в квартиру мне важно что я ушла от большого количества людей движение шума суету как-то так чуть-чуть с вами разговаривать каждый день по чуть-чуть делиться знаете как свежими такими эмоциями и конечно это делаю в инстаграме кстати даже вот я сегодня например опаздывала да вот сегодня у нас 3 сентября я не знаю когда я доставлю это видео наверно что октябре потому что сейчас вы знаете что вещи закачиваю еще видео где я отдыхала я закачиваю видео 19 августа которые я делала когда мы вилково едем ездили поэтому я не знаю как я буду закачивать все как-то хочется же вам делать как-то в хронологическом каком-то порядке до событий моей жизни я не могу сейчас вам всунуть видео сегодняшнего дня понимаете а потом я буду вам рассказывать как я там отдыхала вот поэтому немножечко так получится по зданиям я думаю что я наверстаю ой не знаю как это я буду наверстывать честно говоря потому что школа завтрашнего дня начинается ну ничего страшного ночь и таки будет я же ее вынимать я же не гонюсь за деньгами я понимаю что хочется как-то свежее видео сегодня сделала вот и сразу выставить и вы понимаете боже мой это было вот сегодня утром или это было вчера а не то что это было там 3 недели назад ну как получается знаете я же не живу только одним видео одними ютюбами у меня есть своя жизнь у меня есть работа у меня есть дети и мы вчера болтали на балконе хотя я могла бы уже закачать наверно два видео после работы немножко уделяем друг другу время немножко по болтушки устроить вот завтра я выходная автор естественно понимаете мне все выходные завтра у меня оплатный утром я кровь сдавать надо и у меня опять все равно эти проблемы с ногой сзади я не знаю что это за проблемы надо опять что-то думать что и как делать с этой ногой понимаете у меня там как получается у меня получается такая фигня что вроде уже не болит как бы мышца там какая-то где металли и кололи у меня сама кожа печет я не могу понять что это и какие-то выскакивают опять такие знаете как болючие красненькие пузыречки такие даже как прищечки не болючие я понятия нею не что это вот мне врач сказал если что-то будет возвращаться что-то похожее тебе нужно знать анализ крови а там столько всего она понаписывала а вы знаете это это какой-то вот сильно какой-то вот узконаправленная и такой проверка видно что-то не знаю и она говорит пойдем смотреть что это и думать как лечить если не пройдет после укола ну вот так знаете у меня получается видео с вами где-то такие пятиминутные буду я с вами иногда разговаривать мне так хочется с вами чем-то поделиться своими мыслями я решила вам все-таки показаться вот такая я сегодня ходила на работу и вы знаете утром я одевал не поверите полу ботиночки потому что холодно очень холодно я еще заматываюсь как бабушка мало того что капюшон одеваю я еще наматываюсь шарфами шарфом своим потому что у меня уже голова не выдерживают холода чуть холод и я уже все я вам серьезно говорю то это просто катастрофа сейчас я отключу кондиционер мы как переехали слушать еще три месяца еще здесь надо порядочку и где сделать так как-то придерживаем потихонечку хочу все снять очки нужно вчера купил семечки купил я ее не брала не ела фисташки здесь что-то он еще купил салаты купил сладости что там за очень вкус вкусный кстати это торт я это пока ничего не хочу что и так похудела я такая довольна что я похудела я не хочу сейчас ничего сладкого есть при том что вы знаете я сладкое все ела в украине но это все зависит наверное все таки от еды у нас меньше химия вот это чай я купила с украины привезла тонометр взяла за 600 по моему здесь он 100 с лишним доллара борьба за 600 гривен считайте сколько вы знаете у нас там 25 доллар ну так давайте уже следующий раз на следующий день дорогие начинается еще один день моих будней сегодня у меня выходной цене 4 сентября сегодня у нас среда вот я только что здесь дала тест ой кровь сдаю все а чего я сдаю я уже говорила да что у меня была позитивная мне брали делали мне пугович куда у нас называется здесь на туберкулез и она у меня была увеличена я уже об этом говорила поэтому не хочу сейчас сильно подробно об этом говорить 9 месяцев я принимаю таблетки остался у меня полтора месяца осталось так что я вам скажу сейчас это у меня был предпоследний перед последняя у меня была сдача анализов за который слава богу платит мой иншурс вместо 176 долларов я всего лишь заплатила 19 а еще вот я вам хочу показать какой у меня рюкзачок беленький все доллар за него дала и вот я так сегодня выгляжу такие у меня рукава фонарика это так между делом да потом я немножечко изменила свой стиль я не так крашу уже глаза но зато я выделяю ярко губы а глаза у меня вот такие вот видите сверху ресницы и тени внизу я практически не крашу и так как я загорела то я не ношу не наношу себе сейчас тональные вот так я не сильно сейчас прихорашивалась потому что выходной ничего не хочу делать так вот второй анализ там столько у меня колбола сейчас скажу 6 или 7 знаете почему я его сейчас даю потому что у меня на ноге помните я вам говорила сзади где ахилл у меня очень болело я пошла к врачу она мне поставила укол до укола сделала узи и сказала если после этого будет опять что-то беспокоить сдавайте вот эти анализы она мне дала специальное направление и приходите опять ко мне она у меня вроде перестала болеть просто после укола но вы понимаете потом началась какая-то сыпь на это месте как будто бы как какая-то дерматит какой-то я не знаю в общем я визмаиле у себя на родине вот это две недели или три недели назад сходила он мне выписал кучу таблеток и я их пью вы надо будет и пить целый месяц и мазать и еще и ногу но вы знаете что самое интересное что у меня на этом месте постоянно ощущение что на мне печет там кожа уже как бы полегче стала на этом месте у меня появляются такие прищечки а потом они переходят в ранки как в порезы я ничего не понимаю что это за фигня при том что я хожу в шлёпках у меня ноги открыты вот смотрите сейчас я переверну вот здесь постоянно вот какие-то прищеки она настолько ноге стоять вам рассказывайте сильно показать не знаю показала ли нет в общем на этом месте у меня постоянно вот повторю может быть вот красненький прищек который касается очень болезнь такой болезнь болезненный такой болючий и и потом он видимо лопается или как и потом на этом месте как бы вот такой порезик или как бы ранка я не знаю мой дерматолог вы в измаиле он мне сказал что это последняя как бы последняя стадия дерматита перед забыла скажу потом вспомню в общем не знаю пока лечу но все равно вот я даже вчера принимала душ у меня телу все нормально вода а именно на том месте именно на том месте у меня она горячая прямо вода как будто бы горячие вот такая вот я не знаю что тут на этом месте у меня творится поэтому я сейчас дала такое огромное количество анализов кровищем мочу вот я сдавала именно вот для того чтобы она поняла она говорит может быть что-то это на уровне более глубоком общем я не знаю говорит надо через кровь будет смотреть если на том месте опять будут какая-то проблема вот я сдала сейчас еду я стопен шапку пиццепи замороженные ягоды может быть я куплю себе еще может быть авокадо потому что я решила в день по одному авокадо есть перейду я большей степени на овощи буду совсем мало есть мясо я довольно таки неплохо похудела в украине и вы знаете я хочу удерживаться потому что здесь питание у нас химия дна в америке и я буду наверное контролировать это все потому что здесь мне тяжелее сбросить но там я была очень активно и продукты там другие при том что я там не держалась абсолютно просто очень активность была у меня такая при том что я ела то что я хотела и сырники и мороженое там ела и вареники брала себе от пуза ела но у меня сейчас желудок уже маленький я уже и есть много не могу короче хочу придерживаться этого веса который сейчас мне он очень комфортен и до июня наверное буду стараться в июне хочу опять в украину на две недели обязательно хочу обязательно я прямо сейчас живу здесь тем что я хочу опять поехать в украину давайте мои дорогие если что я подключу сегодня 5 к вам вот так вот буду вам по чуть-чуть делать видео большие видео мне сложно делать мне когда их монтировать а коротенькие видео я буду для вас сделать и вы будете как бы в курсе дел немножечко сейчас это будет все у нас опозданием а потом я наверстаю все это я думаю сейчас я когда вы видите мои видео я уже скинула все мои видео как которые я делала чтоб 15 наверное когда я отдыхала а сейчас уже будут более новые видео я буду делать и это наверно вы где-то с месячной запоздалостью посмотрите может быть нет может быть двухнедельной запоздалостью я не знаю как у меня получится по времени грузить все мои дорогие не буду прощаться смотрите дальше может быть еще подключусь я села в машину и вспомнила что мне сказал мой дерматолог в измаиле он сказал что у меня дерматит уже такой в последней стадии перед тем как начинается экзема я люблю боже мой что это такое он говорит но это влажные такие как бы рамки и она очень тяжело лечится не знаю посмотрим может быть это доктор которому я запишусь мне а поэтмен не знаю когда будет может быть через месяц то она может быть мне и дерматологу направит посмотрим как она там будет окей тем что я бы приехала в школу первый день школами смотрите какой здесь трафик что припарковаться видите какие ученики здесь учатся машины пробки людей много это как первое сентября очень много людей идет вот что я вам могу сказать вот я сейчас буду здесь парковаться наверное иду в школу меня ждет аня естественно мы будем заниматься в разных этажах и разные классы потому что она именно будет в колледже учиться а я же английский она меня ждет и на немножечко раньше приехала сегодня она приехала с израиля и сразу же 12-часовой перелет и сразу же вечером мы с ней вместе идем учиться целый день провели вместе поэтому здесь кто-то учится с утра кто-то приходит учиться после работы поэтому разный возраст абсолютно так что вот так вот давайте потом расскажу вам про впечатление